Продолжение следует... Ваше имя у всех на устах. Египетский зал музея называют храмом, в который надо входить с трепетом. Из письма академика Тураева Владимиру Семеновичу Калинищеву. В 1832 году из далеких Фив в Петербург военный парусник доставил двух сфинксов фараона Аменхотепа Третьего. Фантастические львы были установлены у здания Академии Художеств. Сфинкс всегда символизировал древний Египет. Сфинкс воин и страж, борец и мыслитель. Он величественен и непобедим, загадочен и мудр. Интерес к древнему Египту у гимназиста Галинищева пробудил домашний учитель-швейцарец. Юноша начал изучать письменность и язык древней страны задолго до поступления в университет. Студент Галинищев по крупицам собирает сведения о египетских памятниках, разбросанных по разным хранилищам Петербурга. Через несколько лет, благодаря его стараниям, они обретут новый дом в Эрмитаже. Научной сенсацией прозвучал на Международном конгрессе востоковедов доклад студента-второкурсника «Неизвестный папирус о потерпевшем кораблекрушении». И с тех пор этот литературный памятник становится букварем египтологии. В древнем Египте плывущая ладья часто обозначала путешествие умершего в потусторонний мир. Путеводителем в подземное царство служил религиозный папирус «Книга мертвых», расшифрованная Галинищевым. «Книга мертвых» рассказывала о загробном суде. На нем боги взвешивали сердце умершего. Если человек не совершал дурных поступков, то ему разрешали жить на блаженных полях и ару. Души грешных людей поедало чудовище. После окончания университета Галинищев поступает на службу в Эрмитаж. В Эрмитаже молодой ученый создает каталог памятников древнеегипетского искусства. В 1879 году он совершает свое первое путешествие в страну пирамид. Греческий историк Геродот называл Египет даром Нила. С глубокой древности западная сторона реки была отдана вечности. Там строили пирамиды, мастапы, гробницы. Жители селились на восточном берегу. Для эрудированного специалиста Египет давал большую возможность для собирательства. И Галинищев ею воспользовался. Впоследствии он неоднократно приезжает в эту страну. В то время в Египте вели раскопки археологи всего мира. Галинищев был удачливым собирателем. Свою коллекцию он разместил в Петербурге в собственном доме на Маховой. Самой ценной частью собрания ученый считал папирусы. Каждый из них мог прославить владельца. Но вопреки традициям египтологии, ни одному из папирусов не было присвоено его имя. Биографы объясняли это тем, что Галинищева не волновали научные приоритеты. И он часто передавал права на издание своих папирусов другим ученым. Обширный пантеон египетских богов был представлен на его коллекции. Миф об Осирисе и его сыне Хоре, воскресившем Осириса после смерти, занимает центральное место в заупокойном ритуале. Боги в египетской мифологии часто изображались звероподобными. Бог всего живого Хор в образе сокола. Бог письма еще-то тот в образах Ибиса и Павиана. Бог бальзамирования Анубис в виде дикой собаки. И снова Хор, но теперь уже в одеждах римского полководца. Смерть для египтян была уходом в другой мир, где умершие жили вечно и не испытывали никаких нужд. Маска-саркофага по воззрениям египтян служила вместилищем души. В случае гибели маски душа искала пристанище в скульптурном или художественном изображении владельца гробницы. Эти небольшие скульптурки вставились рядом с саркофагом. Их называли ушепти, что в переводе означает «ответчики». В загробном царстве они освобождали хозяина от выполнения различных трудовых повинностей. Каждая из 365 фигурок трудилась раз в году в определенный день. В 1906 году во время раскопок в Египте Горенищев узнает о крахе акционерного общества, пайщиком которого он был. По Петербургу поползли слухи, что порчу на финансовые дела Горенищева навела приобретенная им в Египте похоронная пелена. Изображенные на ней полунасекомые полулюди приносили ее прежним владельцам беды и несчастья. Разорение вынуждает его расстаться с коллекцией, которую он собирал более 30 лет. Ученые прилагают огромные усилия, чтобы она не ушла за границу. Его поддерживает Академия. И только после длительных дебатов в Думе правительство принимает закон о приобретении собрания древностей статского советника Владимира Семеновича Горенищева. В день открытия музея изящных искусств коллекция предстала перед первыми посетителями. Египетский зал музея был подобен египетскому храму. Колонны в виде связок папируса напоминали заросли на берегах Нила. Коршуны на потолке изображали пролет богини неба Нут. Синее в золотых звездах небо соседствовало с орнаментом из цветов лотоса, в которых, согласно мифу, рождалось солнце. Чуждой суетности Горенищев писал. С грустью думаю, что скоро придется покинуть Ниццу. И все из-за каких-то 20-30 минут, которые при открытии музея будут посвящены осмотру египетского зала. Действительно ли ученый не хотел покидать весеннюю Ниццу? Или ему было тяжело увидеть свою коллекцию в чужих стенах? Судить об этом сегодня трудно. В отличие от кратковременной земной жизни, произведения искусства в древнем Египте считались носителями жизни вечной. С определенным кругом религиозных представлений связано появление глиняных сосудов. Их украшали спиралями, треугольниками, зигзагами. Каждый орнамент имел свой, понятный для египтянина смысл. Спирали обозначали продолжительность жизни. Треугольники – горы, зигзаги – воду. Магические статуэтки, связанные с культом плодородия и деторождения. Священные животные. Они содержались в храмах, бальзамировались после смерти. Их хоронили в саркофагах. Каждая вещь из коллекции голенищева многозначна. И постичь ее тайну можно было только через труды ученого. В далекие времена в Египте сложились приемы изображения фигур на плоскости. Голова и ноги человека показывались сбоку, грудь и плечи спереди. Художники мыслили предметы не так, как они их видели, а так, как их представляли. Все вещи на жертвенном столе лежат вертикальными рядами. Высота ряда указывает на отдаленность их от владельца. Часто рельефы были цветными. Изображение погребальных обрядов имело магическое значение, необходимое для загробного благополучия усопшего. Египетские грамотеи, безвестные учетчики зерна и знаменитые песцы, чьи имена сохранены на статуях. Сравнивая безымянную скульптуру фараона из своей коллекции с известной эрмитажной статуей фараона и сфинксами Истониса, Голенищев блестяще доказал, что неизвестная скульптура принадлежит Аминенхету Третьему. Выдающимся событием в истории мирового искусства стало открытие портретов в погребениях Фаюмского оазиса. Я действительно уверовал в их существование, писал Голенищев, и мог лично убедиться в том, что эти древности безусловно неподдельны. Находка Фаюмских портретов соединила в одну линию развития египетского и греческого искусства. Многое сделал Голенищев и в изучении Вавилона о сирийской культуре. Приобретенные им клинописные таблички положили начало созданию словаря Вавилона о сирийской письменности. В разгар Первой мировой войны ученый уезжает из России и больше никогда не возвращается на родину. В Каирском университете он основывает кафедру египтологии, которая позволила готовить специалистов по истории страны в самом Египте. Наряду с преподавательской деятельностью Голенищев работает в Египетском музее, где издает один из томов прославленного Каирского каталога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Парные статуэтки жреца Аменхотепа и жрицы Ранай. Прошло три с половиной тысячелетия с тех пор, когда в храме на берегу Нила Раная славила солнечного бога Амона. Скульптура ее жемчужина коллекции. При виде знаменитых туалетных ложечек в памяти возникают стихи древнеегипетского поэта. Тело любимой – цветок лотоса. Руки ее – сети. А я – гусь, попавший в ее селок. Русским Египтом. Египтом в миниатюре называли современники эту уникальную коллекцию Владимира Семеновича Голенищева. Деятельность этого замечательного ученого в России более полувека замалчивалась. Наша вина перед ним безгранична. Имя его должно снова стоять в ряду великих людей страны.